Я не могу на таких дорогах снимать блог. Привет! Мы немножко хотим показать, как мы проводим наш выходной день. Фотограф подсказывает, что будет хороший кадр. Ну что, Влад, готово? Блин. Чего, не бойся. Поехали. Раз, два, три. Холодно? Холодно. Черт возьми, надо привал сделать. Влад! Едешь? Я на снял! Я на снял! Я на снял! Вот он, гонщик. Первое место. Куда сейчас? Едет. Силы мои иссякли. Совсем? Силы мои меня покидают. Да ладно. У нас еще... Кольце не могу. Еще надо столько же проехать. Да. Ребята, хотелось бы сказать, что, как же все-таки хорошо зимой в лесу на лыжах. И вот, несмотря на погоду, сейчас минус 10, утром было минус 15, все равно выходим и катаемся. Потому что погода это не повод сидеть дома. Да, Влад? Да. Кто со мной согласен, ставьте лайки. После лыж зашли вот в буханку, купили круассан. И купили пончик вот в таких замечательных коробках, они заворачивают сладкое. Ну а сейчас мы идем в музей современного искусства, потому что каждый выходной мы стараемся куда-то еще и выбираться. В основном это либо музей, либо театр, но сегодня мы... Либо баня. Сегодня мы находимся на выставке Павла Леонова «Зазеркалье». Ну, каждая по-своему интересна, разнообразна. В каких-то своих ярких деталях стоит это все, конечно, рассматривать. И действительно не на один час это дело. Сейчас мы пошли на вторую экспозицию Ирины Петраковой, которая посвящена отношению между телом и окружающей его средой. Здесь, да, здесь больше абстракция. А там больше именно живописи. Видите, там все. На камере. Здорово. Что может быть лучше, чем после музея сходить в кафе и попить вкусного кофеечку с замечательным круассаном? Ничего. Выставка Павла Леонова – это самое лучшее, что я увидела за сегодня. Мне кажется, на такие выставки стоит ходить не только людям, которые как-то там, да, связаны с музейной или галерейной деятельностью, но и вообще просто обычным людям. Друзья, сегодня сходили на выставку. Вообще, мне понравилось. Начнем с этого, но многие думают, зачем вообще ходить на выставку. Так вот, на выставку вы попадаете в такое пространство, которое вот, оно, организация этого пространства. Все предметы, которые показывают, это все, заставляют вас как бы думать и мыслить и ощущать какие-то определенные эмоции, переживания. И попадаете в такую атмосферу, в которую вы в обычной жизни, может, никогда не попадете. И вот именно эти ощущения, они заставляют нас, ладно, приходить на выставки снова и снова, на разные, на новые выставки. Потому что это и правда интересно. Попробуйте сами. И выставки заставляют задуматься вообще о твоей жизни, заставляют пересмотреть твое мировоззрение. Они, наверное, такие неоднозначные. С одной стороны, такая, как-то, тоскливая ностальгия, с другой стороны... А вообще запомнился он мне своим уникальным стилем, который он создал, да, с вот этой ячейской структурой, мозаичностью, да. И вот эти рельефы с древнего Египта, они мне напомнили его картины. Такая очень интересная, самобытная, самобытность, глубинчатая, российская. Творчество Павла Леонова, это просто о том, что необязательно следовать каким-то канонам, да, чтобы творить, чтобы жить. И, да, Павел Леонов, он нарушал все каноны, но это не остановило его, как бы, да, создание своих произведений. Да, да, у них гениальные шедевры, например, в фильме, да, документальном показывали то, как он сидит в этой маленькой комборочке, пишет старыми кисточками, разводит краску на консервной банке, то есть палитры с консервной банкой, просто представьте, семинар. И что, он написал больше, не знаю, больше ста картин таким способом. И что, это его остановило быть художником? Нет. Но он уникальный, самобытный человек. Да, очень самобытный. В этом его, как бы, и фишка. Да что здесь говорить, просто идите на выставку и сами все поймете. Да, еще очень прикольно пел. И в залах играют, собственно, записи его частушек. Ну, в общем, называется «Пришли домой». Твой! Джесси Охотник! Работаю над проектом. Сейчас сделаю анонжировку для одного недавнего видео, которое называется «Кодовое название Депо». В общем-то, работаю над очередным фотопроектом, который мне нужно делать суперсрочно, супербыстро. И это очень эксклюзивный и крутой проект, который я им пока не могу, по сожалению, разглашать. Но так всегда. В общем, все сами увидите скоро. Рекомендуешь подписчикам кататься в лесу на лыжах? Рекомендую всем своим подписчикам кататься в лесу на лыжах. О, видите, как?